Югорчане стараются провести лето с пользой. Набираться сил можно не только в детских лагерях и заморских пляжах. Даже в городе вполне реально найти занятие по душе. К примеру, Государственная библиотека Югры открыла в Ханты-Мансинске летний читальный зал. А еще для югорчан работает автогородок. Здесь можно устроить настоящие старты. Об отдыхе не только расскажет Милана Поварницына. В залху подержались и пальцем понажимаете. Ну, любой, кто хочет. Кожные узоры пальцев и ладоней уникальны. Но на месте происшествия их не найти. Без специального магнитного порошка антрацита. Эксперт наносит его на поверхность. Считанные секунды и проступают следы. С тонкостями работы югорчан знакомит эксперт Иван Кропьев. Загибаем, чтобы было удобнее. Чтобы твоя рука здесь была. Первая будет правая. А вот еще одна экспертиза в криминалистике. Дактилоскопическая. То есть снятие отпечатков пальцев. По которым можно и личность установить, и причастность человека к совершению преступления. От наблюдения перешли к действиям. Только не в криминалистике, а в тактической игре. В лазертак подростки сыграли с действующими сотрудниками спецподразделения Гром ОМВД России. Вот такая получилась акция «Каникулы с общественным советом». Ее проводят каждый год по всему округу. Это очень интересно и неожиданно на такой жест. Мы просто тренировались, не думали, что нам предложат поиграть в лазертак. И интересно провели еще дактилоскопию. Рассказали нам про все это, показали, как это что проводится. Было забавно достаточно. Военно-тактическая подготовка. И это подготовка к армии, и это в перспективе, возможно, где-то служба уже в каких-то элитных войсках. Все это связано для того, чтобы ребята проявляли интерес к деятельности своей будущей жизни. Если ты на этой полосе, ты куда-то должна поворачивать. Только туда, только налево, да? Проводят лето с пользой и в автогородке. Инструктор по вождению с 15-летним стажем Петр Чеботару буквально за руку водит каждого ребенка. Показывает, что можно делать, а что нельзя. Почему мальчик перебежал дорогу? Он нарушил. Видите, вот разрешающийся сигнал хитофора, мы переходим дорожку. Автогородок, как Ханты-Мансийск в миниатюре. Такая же разметка, работают светофоры, везде дорожные знаки. Правда, как оказалось, не все горожане в курсе, что занятия здесь идут полным ходом. Вчера даже шли две знакомые, одна, другая говорит, вот второй год открытый городок, но здесь не занимаются. А я стою, открыл ворота, это в 9 часов было, понимаете. И с таким удивлением говорю, почему это второй год? Автогородок существует уже много-много лет и работает он в каждой, говорю, вот при открытии сезона, каждый день до 9 часов. Сегодняшнее поколение, считает Петр, усваивает все быстро, если дети хотят, конечно, и занимаются регулярно. Если нету светофора и машины едут, ты можешь просто посмотреть налево и направо, и если нету машин, ты можешь переходить дорогу. Какой красный свет на тестофоре стоит, а какой на машинке зеленый свет едет, а какой на пешеходном красный стоит. С начала лета в автогородке на Ледовой уже прошло 80 занятий. О правилах дорожного движения узнали более 1300 юных жителей округа.